Здравствуйте, это канал компании Viva Telecom. Сегодня мы познакомим вас с новинкой от компании Hightera. Это цифровая радиостанция бюджетной серии BD. Модель называется BD505. Напоминаю, что BD это Business Digital, то есть это нижняя ценовая линейка у Hightera. То есть, грубо говоря, это аналог коммерческой серии у Motorola, которая раньше была серия CP. Но эта модель посерьезнее, то есть мы ранее рассматривали модель BD305. Это 505 модель, у нее повыше выходная мощность, другой тип аккумулятора, и она выпускается в двух частотных диапазонах. То есть, есть диапазон УКВ, модификация 136-174 МГц до 5 Вт мощности, и есть 400-470 МГц, там максимальная мощность 4 Вт. 48 каналов у нее можно запрограммировать, как аналоговых, так и цифровых. Интересная особенность у серии BD, что они поддерживают микширование каналов, то есть на цифровых каналах вы можете, стоя на цифровом канале, принимать аналоговый сигнал, в том числе с поднесущими аналоговыми. И на аналоговых каналах можете принимать цифровой сигнал DMR, то есть это в программном обеспечении делается. На программном обеспечении я останавливаться не буду, потому что оно такое же, как и у BD305, то есть отличий там никаких нет. Также хоть в серии выше не поддерживается шифрование каких-либо сигналов в цифровом виде. В аналоговом виде есть скрэмблер инверсионный. Начнем, как обычно, с комплектации, а дальше уже рассмотрим корпус. В комплекте поставки идет сам прием-передатчик, антенна портативная. В данном случае у нас 400 МГц, соответственно антенна в весь частотный диапазон 400-470 МГц. Ненастраиваемая она, то есть широкополоска. Далее, стакан зарядного устройства. Называется он CH10L23. Выходное напряжение у него 12 В, потребляет до 1 А. Кстати, с серией PD405, PD505, ни стакан, ни аккумуляторная батарея несовместимы. Хотя имеют одинаковую емкость, одинаковые геометрические размеры. Не знаю, для чего так Хайтера сделала, зачем она напридумывала еще какой-то аккумулятор с идентичными параметрами. Но они несовместимы ни по контактам, ни здесь у PD505, другие контакты, то есть их три штуки здесь, ни здесь, тоже сзади контакты расположены по-другому. То есть, если вы будете пользоваться серией BD, то вам придется покупать свои зарядные устройства и свои аккумуляторы. Имейте это в виду. Аккумулятор идет литий-ионного типа, называется он BL1506. Емкость у него 1500 мАч. Как заявляет производитель, станция в цифровом режиме в цикле 5590 может работать до 16 часов. В аналоговом виде до 12 часов. То есть, так же, как и BD300. Пятое, что несколько странно, так как у нее ниже выходная мощность и емкость батареи на 2200. Почему они работают одинаково по длительности? Видимо, энергопотребление все-таки здесь лучше у данного типа станции. И она работает дольше при меньшей емкости батареи. Так, идет набор документации в комплекте. Далее идет сетевой адаптер для подключения стакана к сети 220 вольт. Идет ремешок на руку и клипсы крепления на пояс. Давайте рассмотрим конструктивные особенности радиостанции. Сверху у нас расположен 16-позиционный переключатель каналов. Я напоминаю, что в радиостанции программируется до 48 каналов. Соответственно, вы можете назначить 3 банка памяти по 16 каналов. Но имейте в виду, для того, чтобы переключить банк памяти, вам тогда придется использовать дополнительную кнопку для переключения. Соответственно, функции, которые вы сможете повесить на данную кнопку, уже уменьшатся. Так, перейдем обратно к верху. То есть, на верхней панели расположен стандартный в этот раз, в отличие от BD305 серии, разъем SMA-вилка стоит для подключения антенны. Спереди, сверху стоит индикатор светодиодный для указания режимов работы. То есть, когда мы передаем, индикатор горит красным, когда мы принимаем зеленым. Ну и также он используется для уведомления о севшей батарее. Справа у нас находится кнопка включения питания, и она же регулятор громкости. То есть, расположение классическое, как и у большинства радиостанций. Также здесь предусмотрено отверстие для подключения ремешка для ношения радиостанции на запястье. Слева у нас расположена кнопка передачи пластиковая. С зелеными вставками. И одна программированная кнопка. То есть, вы можете использовать только две функции, так же как и у BD305. На длительное нажатие и на короткое нажатие. Мы считаем, что этого мало, потому что функции перечень большой, тем более это цифровая радиостанция. Хотелось бы кнопок программированных побольше. Спереди у нас расположен внутренний динамик. И микрофончик. Так, теперь справа у нас располагается разъем для подключения аксессуаров. Он такой же, как у серии BD405. И он же совместим с разъемами аудиогарнитур серии DP1000 от Motorola. Ну или от старой серии CP. То есть, гарнитуры будут подходить. Я продемонстрирую на подключении одной гарнитуры, что все эти аксессуары от аналоговых станций работают. Станция построена на металлическом шасси. Болты, которые крепят клипсу крепления на пояс, расположены не на аккумуляторе, а на самом деле станции. Снизу крепление батареи такое же, как у серии PD405, PD505. То есть, мы вводим в металлический вырез крепление аккумулятора пластиковое. И здесь уже снизу мы его защелкиваем. Ну, крепление достаточно надежное. Даже при ударах оно не вылетает, поэтому сделано правильно. Единственное, я говорю, хотелось бы, конечно, совместимость батареи. Не нужно было еще один тип придумывать. Так, ну по конструкции все. Давайте продемонстрируем совместимость гарнитур от аналоговых станций. Это у нас гарнитура Хайтера СМ08М3. Она имеет такой вот разъем двухштырьковый. И серия Моторола CPDP1000 также имеет такой же разъем. То есть, ну плюс у Хайтера еще имеется фиксация болтовая для более прочного крепления гарнитур. То есть, у данной гарнитурки этот болт есть, у Моторолы нет. Он просто вставляется и держится на разъеме. То есть, вставляем и включаем станцию. Заодно посмотрите, как станция грузится. То есть, вот она готова к работе. Соответственно, переключаем. Работает сейчас именно выносной динамик спикер микрофона. Также смотрите, на передачу я нажимаю. То есть, станция на передачу включается. Теперь давайте продемонстрируем качество речи с динамиком. Ну, в смысле, что и речь тоже передается. Раз, два, три, раз, два. То есть, речь работает. Ну, то есть, гарнитура от аналоговой серии полностью совместима. Ну, вот такая получилась станция. Она, естественно, чуть получше, чем БД-305. По выходной мощности, по гарнитурам у нее разъем другой. Соответственно, выбор гарнитур здесь побольше. Соответственно, работать она будет подальше, чем БД-305. В городе, ну, километра 3-4, скорее всего, будет дальность связи в диапазоне 400 МГц. На открытой местности лучше использовать диапазон 136-174 МГц, естественно, если у вас есть выделенные частоты. Как обычно, и в цифровом, и в аналоговом режиме, можно добиться, ну, километров 6 на открытой местности в поле. Что не понравилось? Понравилось микширование каналов и относительно дешевая серия. Стоимость станции. Все цены представлены на сайте. Что не понравилось? Не понравилось то, что сделали аккумулятор нестандартный. Тем, кто использовал серию ПД и сейчас мог бы чуть сэкономить, так как эта станция стоит дешевле. Но аккумуляторный парк и зарядное устройство придется использовать другие. Еще что не понравилось, что нет никаких даже стандартных ключей шифрования, как, допустим, у коммерческой или у DP1000, у Моторолы. Хотя бы 256 ключей шифрования, но они выбираются. Здесь же ничего нет, просто открытый стандарт DMR. То есть, кто знает номинал частот, на которые вы работаете, или просто просканирует, они включатся в цифровом режиме и будут вас слышать, не подбирая никакие ключи. Но, в целом, станция нормальная, то есть, для бюджетной стоимости она вполне подойдет. Выдержит уже более суровые условия эксплуатации, чем БД305, потому что основана на металлическом шасси и пластик здесь получше. Если у кого-то есть вопросы, задавайте в комментариях, ответим обязательно. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. Я не знаю, будут ли в ближайшее время новинки какие-то по радиосвязи, потому что сейчас это редкость большая, чтобы что-то свежее выпускали. Но постараемся все обозреть, все, что будет у нас появляться. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok